Газета Польска, Польша, сценарий будущей войны Тамаш Сакевич Газета Польска, Польша 30 апреля 2019 года В сувалках на перроне железнодорожного вокзала неизвестный нападает на россиянку, за нее вступается несколько соотечественников, завязывается драка Полиция пытается разнять дерущихся, но из поезда выходят несколько десятков россиян, которые избивают и разоружают стражей правопорядка Полиция вызывает подкрепление, а на вокзал защитить своих прибывают сотни россиян Некоторые из них вооружены Протестующие захватывают станцию и заявляют, что они стали жертвами поляков Посол России направляет в МИД ноту протеста, требуя немедленно выпустить задержанных А Москва приводит в состояние повышенной боевой готовности войска в Калининградской области В то же время запланированные ранее демонстрации против вмешательства Израиля в польские дела сопровождаются рядом инцидентов со сквернением еврейских символов и поджогом культовых сооружений На эти эксцессы реагирует посольство США, а американский конгресс созывает экстренные заседания Американцы приостанавливают всю военную помощь Польше до момента урегулирования ситуации Из Калининградской области на помощь протестующим в Сувалках отправляются на мотоциклах группы добровольцев с легкими вооружениями Добровольцы разоружают пограничников Польша пытается мобилизовать армию, но кибератака парализует связь и логистику Железные дороги не работают, на шоссе образуются гигантские пробки Движения блокируют перевернувшиеся цистерны с бензином и химикатами Через открытую границу въезжает гуманитарный конвой, в который входят несколько сотен грузовиков И направляется к окруженном на вокзале в Сувалках россиянам В городе появляются российские отряды самообороны Они нападают на отделение полиции Происходит столкновение с небольшими группами польских военных Россия требует незамедлительно созвать заседание Совбеза ООН И обсудит на нем проблему преследования в Польше российского и еврейского меньшинства Главы МИД Израиля и РФ делают на эту тему совместное заявление Несколько польских министров уходят в отставку Правящая коалиция утрачивает большинство Но сейм не может сформировать новое правительство Тем временем в пшемосле группа украинских националистов захватывает отделение полиции И штурмует здание городского управления Москва заявляет, что готова поддержать Польшу Появляются польско-российские отряды самообороны Им на помощь спешат добровольцы из Сувалок Польскую границу пересекают очередные гуманитарные конвои Организация Славянское Возрождение Народа Коалиция Ультранационалистических Сил Несколько отставных генералов и бывших членов Польской Объединенной Рабочей Партии созывают пресс-конференцию Они объявляют о создании правительства национального спасения Они требуют, чтобы его признал сейм и главы иностранных государств А также обращаются к Москве Прося ее помочь защититься от украинской агрессии Кремль, сразу же признавший новое польское руководство Готов оказать ему военную помощь Аварии на электросетях, теле- и радиовещательных передатчиках Станциях сотовой связи и в банках парализует страну Пока интернет работал, многие люди успели обнаружить в почтовых ящиках материалы Компрометирующие ведущих польских политиков Одновременно начавшие работы национальная радио сообщает о том Что США ввели ограничительные меры против польских банков за несоблюдение закона номер 447 Протесты посольства в США остаются без ответа В Польше проходят демонстрации против действий американцев и украинцев На польской территории спустя неделю после первого инцидента Оказывается уже более полутора десятков тысяч российских добровольцев Страну парализуют забастовки и аварии Учащаются случаи нападений на политиков, военных и людей Отвечающих за государственную безопасность А также их загадочных самоубийств Мир тем временем выражает возмущение по поводу происходящих в Польше антисемитских инцидентов Американские власти решают вывести с нашей территории свои войска Правительство национального спасения обретает полную власть и приглашает российских военных Которые планируется разместить на американских базах Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ